доброе утро ребята с вами канал нью-джерси тиви с вами юрий и это видео ни о чем да вот так вот получилось что уже который который раз за последней неделю или две у меня получается относительно длинная дорога а значит я могу делать вашу любимую рубрику видео ни о чем а для тех кто не в курсе это такое видео где я просто еду и разглагольствую что вижу то пою в общем а крыль если бы это было наверно в казахстане сказано такая вот у нас свободная утренняя дорога сегодня выходной суббота время без двадцати семь утра до пришлось встать субботу рано а знаете почему чтобы очереди не стоять помните давным-давно я вам рассказывал как я долго ждал в известном магазине walmart чтобы мне новую резину поставили в машину так вот пока резина жива я продолжаю ездить туда время от времени там каждые там 7-10 тысяч миль пробега чтобы мне поменяли колеса местами и чтобы мне их отбалансировали по новой это до сих пор продолжается я купил эту резину в ноябре 2014 года я хорошо помню эту дату вот сейчас июль 2018 года но так как резина еще живая и и даже у дилера мне не сказали что ее пора еще уже менять ну значит ей все в порядке а дилер кстати он все время говорит менять что-то когда еще не надо менять поэтому я игру даже дилер мне не сказал что надо резину менять это сочтеть точно все в порядке они такие жуки они уже чуть что все надо менять на обмену им же нам заработать вы же понимаете кстати вот мне человек кстати спрашивал почему многие люди русскоязычные живущие в америке мигранты называют дилер дилера дилерская вы знаете да менять тоже раздражает когда говорят дилерская еще говорят знаете еще одно такое слово дилер шип и главное с ударением на последний слог это самое смешное слышать от русскоязычных дилер шип я поехал в дилер шип ну во первых да в английском языке ударение ставится на первый слог то есть слово звучит как девушек не дилер шип один уши а во вторых в русском языке нет такого слова да есть слово dealer именно дилер на неделю дилерская дилерская это вообще прилагательное я вообще не понимаю почему люди говорят дилерская дилерская что ну стоянка тогда наверное или дилерская там ну станция обслуживания или что но я считаю неправильно говорить просто дилерская что значит дилерская. Я поехал к дилеру. Я купил у дилера. Ну, а наши люди говорят, я купил машину на дилерской. Это вообще что означает? В общем, тут у нас люди, конечно, загаживают русский язык словами, и даже не всегда английскими, а вообще непонятно, что это такое. Так что я согласен вот с тем товарищем, который мне задал этот вопрос, говорит, почему наши люди в Америке вот так вот говорят дилерская. Я почему? Ну, потому что, видимо, пофигу просто всем. Вот так вот называют, и все. Кстати, я даже затрудняюсь ответить на вопрос, почему. Ну, вернее, если я скажу, может, кто-то обидится, знаете. Скажут, оскорбляешь там людей и так далее. Вот. Я так не говорю, как вы заметили, наверное, да. Да, я один из тех, можно сказать, граммар нации и немногих тех, кто еще 17 лет назад, когда услышал всю вот эту вот дрянь на Брайтоне, как они разговаривают на русском языке, да. Ой, я попал в Аксидент, мне нужно пойти в медикал офис и мой иншуренс там заплатят. Блин. Я когда вот это вот все дерьмо услышал, я просто для себя, я просто для себя, лично для себя решил, не для кого-то, не для порисоваться, не для понтов, а просто лично для себя решил. Дядя, поворотник выключи. Лично для себя решил, что я не буду загаживать мой личный русский язык вот такими вот выражениями, знаете, и все. Я вам говорил об этом, да, то есть английский язык отдельно, русский язык отдельно. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот так я живу. То есть, когда мы в семье говорим на русском языке, я говорю именно на русском языке, а не на этой поганой смеси Брайтоновского разлива. Но так вот, да. Ну и часто, я часто бывает друзей иногда могу подколоть, даже родственники моих бывает разговаривают вот так же. Ну это, я говорю, здесь это захлёстывает практически многих. Мне даже, я кому-то где-то когда-то, возможно, в интернете какой-то комментарий оставил по поводу языка, так вы знаете, что сказали? Да так невозможно. Ты, наверное, просто за все эти годы английского не знаешь. А я вот туда-сюда. Вот так вот. Ну, у людей отмазки такие. Вот видите, так что пол-видео получилось в стиле, в стиле, как грамотно говорить на разных языках. Ну, ни о чём видео. Оно, видите, оно как идёт, как пошло, так идёт дальше. А мне, кстати, осталось ехать-то не очень много. Знаете, почему я еду рано утром в субботу? Ну, только по той простой причине, что я не хочу, я не хочу ждать в очередь. А когда приезжаешь к 7 утра, то обычно там в очереди нет. Вообще, я обычно приезжаю где-то без 20-ти, без 15-ти, 7-ти. Но время уже без 10-ти, 7-ти. И хоть бы я приехал к 7-ти. Возможно, я опоздал. Проснулся вроде рано, но что-то, не знаю, что-то там закрутился и, короче, к 7-ти часам я хоть, надеюсь, приеду. Там может оказаться, что ещё уже кто-то ждёт. Тогда я буду не первым. Обычно я приезжаю туда, чтобы быть 100% просто вот первым. Да. Чтоб быть первым. И тогда, когда ты первый в очереди, то, соответственно, тебя первого сразу берут, 20-25 минут, и ты готов. Но сейчас, возможно, я уже даже не окажусь первым. Это будет, конечно, немножечко облом, но что делать. Эх, такова жизнь, ребята. Чё вот я протянул резину-то? Всего-то минут 10, наверное, 15. Но, видите, проснулся и протянул резину. Ну, ничего. Как, наверное, многие из вас поняли, сначала мы с вами ехали по трассе, которая называется Garden State Parkway, потом мы съехали на первую дорогу. Всё это вы видели в видео, по-моему, уже не один раз. Вот сейчас мы... И снова мы съехали на дорогу номер 287. Немножечко круг, но если ехать по улицам со светофорами, то гораздо дольше получилось бы. А сейчас получается, что я, как бы, небольшой такой крюк дал. Но это быстрее. Это быстрее, чем ехать там со светофорами. Там, тем более, настолько прямой улицы нет. Там ещё надо кое-что объезжать будет. В воду там какую-то, ещё что-то. Ну, в общем, вообще не вариант ехать по обычным улицам. А так я уже, собственно, здесь. Ну, я даже, я даже ошибался. Я раньше приеду. Но ненавно. Минуты через три я уже приеду. Время сейчас 6.52. Ну, а когда я приеду, вы либо порадуетесь за меня, что я всё-таки приехал первым, либо, ну, не все же нормальные люди смотрят этот канал. Есть же и те, которые смотрят ради того, чтобы похейтить. Это нормально, кстати. У всех каналов есть такие клоуны. Ну, вот. Так что, если вы увидите сейчас там одну или две машины, которые уже стоят, уже приехали, ну, значит, товарищи, вот эти клоуны, вы... Тогда вы порадуетесь за меня, то, что мне придётся может быть часик здесь отсидеться. Ну, в общем, ладно. Сейчас мы увидим, что там происходит. Это, кстати, город, куда мы с вами сейчас приехали. Этот город называется Эдисон. Ну, это всё... У нас всё здесь близко. Всё здесь недалеко друг от друга. Так. Стрелка не загорелась. Тогда я поеду я прямо. Прямо ехать будет лучше, потому что если... Можно с той стороны подъехать, но там вот эти вот лежачие полицейские, там их переезжать всё время надо. Лучше вот с этой стороны подъехать. Вот стрелочка как раз на светофоре. Всё как надо. Отлично, отлично, ребята. Коско магазин ещё закрыт. Он открывается, если я не ошибаюсь, в 9-4 часов. Ну, а мы с вами едем прямо. Прямо, 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 прямо. Там сейчас будет один знак стопа. Нет, два знака стопа окажется там. Вот он, да, любимый магазин, блин. Волмарт. Вот, вон, видите, автоцентр написано. Вот нам как раз туда. В автоцентр. Ну, что ж. Посмотрим, какая у меня на сегодня судьба. Ой, они уже открыты. Ну, ни одной машины нет. Отлично. Отлично, ребята. Значит, я успел. Ни одной машины нет. И я встаю. Ну, что, я встаю в очередь. И мы. И пойду оформляться, ребята. Всё, пока. Процесс пошёл. Сейчас всё будет сделано. Самое интересное, что они говорят, что делать это будут каждые семь с половиной тысяч миль. Последний раз я это делал в прошлом году. В конце, наверное, прошлого года. Где-то, может быть, в ноябре или что. Но мне кажется, с тех пор я не проехал даже семи тысяч миль. Потому что машины у меня ездят мало в последнее то время. Но уже было такое и до этого. Они нифига не смотрят на то, сколько миль было в прошлый раз. Они тупо это делают и всё. А мне компьютер же выдал, что пора это делать. Поэтому я следую тому, что выдаёт компьютер. И даже не парюсь с этим. Тем более, что я же ничего дополнительного не плачу за этот сервис. То есть, вот один раз поставил я у них. Новые колеса у них купил, у них поставил. И вот с этим всем включена бесплатная, уже так сказать, условно бесплатная. Конечно, это всё оплачено. Вместе с этим включена вот эта вот услуга. На, как они говорят, for the life of tires. То есть, пока резина живая, пока она вся не изъездилась, они это будут мне менять местами и сбалансировать всё это время. А на резину написана была гарантия, по-моему, 80 000 миль, что ли, я не знаю. Но мне кажется, оно пройдёт меньше. Оно уже так начинает становиться лысоватым, но ещё там до пределов далеко. Ещё можно ездить и ездить. Но мне кажется, 80 000 миль оно не проедет. Ну, слишком много. Но пока всё хорошо. Пока я вот погуляю здесь немного. Сейчас круг пройду, вернусь, посмотрю, как там что происходит. Вот, собственно, такое выдалось субботнее утро. А у меня дальняя дорога будет на следующей неделе, поэтому я хотел это сделать. Конечно, до этого. Чтобы уже всё было сделано. И на следующие несколько тысяч миль ничего делать уже не нужно. Реклама работы в Walmart здесь, но она мне, конечно, понравилась. Looking for career with potential. Какая работа в Walmart career with potential? Они платят минимальную зарплату и стараются брать на частичную занятость, чтобы не давать им медстраховку и все дела. То есть основные, как мне говорили, большинство работников Walmart работает так называемая part-time, то есть частичная занятость не 40 часов в неделю. А, соответственно, по закону, когда у тебя там, по-моему, меньше 30 или 32, я не помню, часов в неделю, то ты не должен им давать медицинскую страховку. Вот так работает Walmart. А рекламируется как карьера. Какая тут нафиг карьера? Ну всё, временное пристанище. Конечно, для кого-то это остается карьерой. Кто-то же должен эту работу делать. Но это не карьера, ребята. Ну что, в общем, вот и всё. Прошло, правда, больше часа, но не потому, что они долго работали, а потому, что я там задержался в отделе, где всякие инструменты различные для дома, для машины, ключи разные там. В общем, всё такое. Я, когда попадаю в подобный отдел, ну, ключи, дрели, в общем, вы понимаете, да. Я, когда попадаю в такой отдел, я, бывает, зависаю там и всё думаю, может, мне вот это надо, хотя с другой стороны, вроде уже инструменты у меня есть. Ну, поэтому я так смотрю, смотрю на них какие-то там классные ящички для инструментов. Но вроде всё это у меня есть, и поэтому, собственно, ничего я и не купил. Но долго что-то зависал там, смотрел, смотрел на устройство высокого давления, чтобы, ну, для мытья всякого. Хотя я уже взял себе один, взял бензиновый. Думал ещё взять электрический или бензиновый, может быть, и электрический можно было взять. Но так как у меня раньше всё было электрическое, а в итоге меня всегда бесило, что надо было провода с собой таскать, всё время разворачивать туда-сюда. В общем, я перешёл на бензиновое оборудование. Кто помнит, у меня же была вот газонокосилка на электричестве, на проводе. на батарейках я не стал покупать, потому что батарейки что-то быстро умирают, как-то жалко. И тяжёлое всё это с батареями. А на проводе взял тогда. Ну ладно, тогда у нас дом был поменьше, и территории было поменьше, там травы особо косить немного было. Но сейчас, короче, короче говоря, через Facebook я продал его, чтобы он просто не валялся. Выбрасывать жалко, естественно. Пользоваться я им навряд ли уже буду. Ну, короче, выставили на Facebook. И там человек позвонил, приехал, взял. В общем, за 40 долларов я ему отдал. Покупал я его, по-моему, за 120 или 140. Я им пять лет попользовался, но ещё и продал за 40 долларов. Всё нормально. Так хоть не выбросил. Так хоть, ну, какая-то наличка за него выручена была. Тоже неплохо, я считаю. Лучше, чем просто выставить на улицу. Кто-то его заберёт. В общем, продал. Так что теперь газонокосилка у меня, как у всех людей, электрическая, бензиновая. Надо только масло там поменять. Уже пора, наверное, давно. В общем, поменял я некоторые вещи. Есть ещё кое-что электрическое. Наверное, тоже поменяю на бензиновое, потому что тоже уже задолбался с проводами ходить. Причём надо же ещё провода туда-сюда дёргать, убирать, потому что чтобы не порезать, собственно, тот же провод, по которому приходит электричество. Вот это всё оборудование. Это я сейчас говорю о... Тоже... Тоже косить траву, но такое, по углам такая есть вот штука специальная. Честно говоря, я не знаю, как она называется на русском языке вообще. Вообще-то я даже забыл, как она на английском называется. Что-то типа grass trimmer, что-то такое. В общем, там, где по углам, там, где газонокосилка не заедет где-то вот в углах. Вот такая штука. Она у меня до сих пор на проводе. Ещё давно, когда я брал. Вот тоже думаю, наверное, бензиновую взять, потому что ну реально надоело с этими проводами таскаться. Я смотрел, смотрел там на них. Пока не взял, но вообще-то, наверное, надо взять. Потому что тоже надоело. От проводов, короче, избавляться надо. Опять же, есть, есть электрические, которые с батарейкой, с аккумуляторами. Но забудешь убрать куда-то внутрь дома на зиму, и этот аккумулятор сдохнет. Потому что на морозе, на морозе они не живут. Оставил на зиму и всё. Вот у меня, кстати, есть электрический генератор. Кто помнит, там же есть тоже аккумулятор стоит, так как у него есть стартер электрический. Но, понимаете, стоял он в кладовке, а кладовка на улице. Она неотапливаемая. Ну, в общем, после второй зимы, первую оно ещё выдержало, но после второй зимы аккумулятор полностью сдох. Я его пытался заряжать, он нифига не заряжается. Короче говоря, если мне нужен генератор, я сейчас тупо завожу его с толчка. Ну, вернее, не с толчка. Не, не с толчка, а дёргаю, дёргаю, короче, верёвочку за ручку, и он заводится. То есть этот генератор, он и со стартером, и вручную его можно заводить. Ну, в общем, вручную я его завожу, если надо. Пока за более уже пять лет, электрический генератор мне не пригодился по назначению, то есть электричество в доме ни разу не отключали, в плохую погоду оно не вырубалось. Один раз как-то вырубилось электричество часа на два, наверное, за всё это время. И то потому, что на подстанции там какой-то произошла авария, причём какая-то серьёзная, там что-то взорвалось, прям горело. Как я слышал, я не видел, где это было. Меня вообще в это время дома не было. У нас дома родители сидели с детьми, и говорят, вот электричество отключили. Ну, а в итоге через два часа уже всё восстановили, и это было, наверное, самое длинное по времени отключение электричества за всё это время вообще. Не считая тогда, когда был ураган Сэнди, у нас тогда где-то чуть более суток не было электричества, но это было давно, и мы жили ещё не в своём доме, а в съёмной квартире. Там генератор негде достать. Ну, чё ты тормозишь? Ну, есть же место. Ну, что ты так тормозишь? Ё-моё! В общем, в квартире-то ты генератор не поставишь. Даже если на балконе его поставить, там все соседи просто взвоют от того, как он работает. Он же громко работает. Поэтому никаких генераторов не было. Ну, а когда стали жить в своём доме, то на всякий случай то я взял генератор. Но это хорошо, что он мне ни разу не понадобился. Но так всё есть. То есть на случай апокалипсиса у меня есть дома бензин, у меня есть дома генератор, у меня есть, в общем, несколько канистр с бензином есть. В общем, всё, что надо есть, чтобы выживать, пока бензин не закончится, если заправки перестанут работать, ну, тогда всё уже, тогда киртык. Ну, вы знаете, на всякий случай, я считаю, лучше иметь дома подобные вещи. Ну, мало ли что. Я понимаю, что мы, как бы, наверное, кто-то скажет, что вот, мол, зажрались, электричество ни разу не отключают, а там иногда вот генератор. Ну, да, но лучше, чтобы всё это было. Мало ли что. Кстати, ещё мне писали, что вот, колёса нужно балансировать только у проверенного своего механика, у одного и того же там, ну, или в этот, проверенном сервисе, короче. Вот, не надо ходить всякие левые. Ну, я не знаю, я уже вот сколько вот уже, четыре года езжу в этот Walmart. Ну, всё нормально, не знаю. Я потом проверяю, что все болты затянуты, колёса на месте. Я вот сейчас прошёл вокруг машины, обсмотрел, в общем-то, каждый болт я потрогал, которым затянуты колёса, ну, всё нормально, то есть я посмотрел, всё затянуто. Я думаю, что всё в порядке, ничего, ничего страшного в этом нет. Вот, это опять же, да ладно, не будем об этом. Вон, поезд едет, электричка в сторону, в сторону Нью-Йорка. Выходной, не выходной, но электрички-то всё равно ездят, просто у них расписание выходных. Они по упрощённому расписанию ездят, конечно, выходные. Не так часто, как в будние дни. Будние дни они здесь шныряют просто одна за другой, одна за другой. Больше, конечно, утром в сторону города большого идёт, а вечером больше электричек идёт в сторону от города. Они там где-то отстаиваются, недалеко от города. Там, в общем-то, на Payne Station, сзади Payne Station, там есть большое депо. Они там в туннелях ещё стоят, вспомогательных. Не в самом, конечно, туннеле под Гудзоном, там где всего лишь две трубы. Он, кстати, этот туннель, ему уже более ста лет, он работает, ну, по-моему, на сто процентов у него загруженность, потому что там вечно с утра собираются пробки из поездов. Они всё время там, бывает, часто останавливаются и ждут, ну, потому что просто не могут выдержать эти туннели наплыва такого огромного движения. Они, конечно, были рассчитаны на гораздо меньшую частоту движения поездов. Но, ребят, времена поменялись, прошло сто лет, эти два туннеля до сих пор работают. Существует план или даже несколько планов по постройке ещё параллельных туннелей, ещё путей. Но пока все эти планы, что-то начиналось, потом, так как это всё дорого, это всё прикрывали. Ну, в общем, пока это всё остаётся в проектах и ничего конкретного пока нигде никто не строит. Вот такие вот дела, господа. Ну, ладно, моё утро заканчивается и наши выходные только начинаются. Так что впереди выходные. Никаких видосов, конечно, не будет, так как выходные у нас всегда загружены, с семьёй, с детьми, сейчас поедем куда-нибудь. В общем, ребята, всего вам доброго, хорошего настроения.